Музыка 29 октября состоялось очередное заседание Координационного совета при администрации муниципального образования по вопросам семьи, материнства и детства, которое возглавил заместитель главы администрации, заместитель председателя Координационного совета Сергей Валентинович Тощев. На повестку дня было вынесено три вопроса. В начале члены совета единогласно поддержали предложение о переименовании совета. Теперь он будет называться Координационный совет при администрации муниципального образования по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Последнее заседание областного Координационного совета, который проходил в Смоленске, под председателем губернатора Смоленской области, Координационного Смоленского области и совпредседателя Валдики Сидора, губернатор внес предложение переименовать Координационный совет и добавить слово отцовства. Обоснование было в том, что в сегодняшних условиях, в современных семьях, роль отца тоже играет очень важную роль. Причем есть такие семьи, где отец является отцом-отиночкой, воспитывает детей. Понятно, что мать, ее значение, так скажем, очень высокое, поступало, угрожает дитя, ее интересные чувства и так далее. Но есть случаи, их немало сегодня, когда родник ребенок, мать забывает о своем интересном чувстве и все воспитание ложится на отца. Кстати, скажу, что у нас в Тесноборске тоже такие же семьи и есть. И я даже некоторые из них лично знаю. Затем были заслушаны отчеты о ходе оздоровительной кампании начальника отдела социальной защиты населения Златой Валерьевны Бриллиантовой, ведущего специалиста органа опеки и попечительства комитета по образованию Ольги Борисовны Хромченковой, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Людмилы Николаевны Сергеенковой. Поздравление детей школьного возраста происходит с 7 до 15 лет, проживающих именно на территории Смоленской области. Мы сейчас говорим об этом. И проводится оно в соответствии с постановлением администрации Смоленской области от 25 декабря 2009 года, номер 807, и от 23 января 2012 года, номер 22, для детей в трудной жизненной ситуации, которые утвердили порядок приобретения, распределения и выделения путевок в учреждения отдыха детей и их оздоровления. Большое значение мы прежде всего уделяем именно разъяснительной работе среди родителей, среди детей в школах, среди опекунов детей школьного возраста, в педагогических коллективах, общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Так, например, 21 января 2014 года было проведено совещание руководителей этих учреждений, где подробно был разъяснен порядок обращения за путевками и предоставлена информация, какие оздоровительные учреждения находятся на территории Смоленской области. Периодически это происходит в течение всего календарного года, когда появляются оздоровительные путевки, когда мы уже знаем непосредственные маршруты и количество детей, которые можем отправить на оздоровление. В июне-июле у нас работало 7 лагерей с охватом 580 человек, что составило 21,3% от общего количества обучающихся. Надо сказать, что в этом году уменьшилось на 590 человек количество отдыхающих в наших лагерях по объективным причинам. Это связано с финансированием. Значит, работа оздоровительных лагерей была организована на основе софинансирования областного и местного бюджета. Из областного бюджета наши воспитанники лагерей питались, а вот затраты на содержание детей в оздоровительных лагерях были оплачены из местного бюджета и из родительских средств. Родительская оплата за путевку составила не более 10% от общих затрат на содержание ребенка в лагере. И надо сказать, что родители детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были освобождены от оплаты. Таких у нас детей было 56 человек. В июле в лагерях с дневным пребыванием отдыхали 5 детей из семей, вынуждены покинувших территорию Украины. Кроме лагерей с дневным пребыванием на базе первой школы работал лагерь для старшеклассников, который охватил отдыхом 125 учащихся из всех школ города. Там также было организовано трехразовое питание и пребывание и развлекательные мероприятия на базе непосредственно лагеря. Следующий вопрос, рассмотренный членами Координационного совета, касался обеспечения жильем детей-сирот, докладывала Ольга Владимировна Романова, начальник юридического отдела администрации. В 2014 году, в соответствии с областным бюджетом Смолинского области, муниципальному образованию нашему, были предусмотрены субвенции в размере 10 млн 584 рубля. Из расчета на одно жилое помещение 1 млн 512 тысяч рублей. То есть на 2014 год у нас предусмотрено финансирование для приобретения семи жилых помещений. Значит, что у нас, какие мероприятия были проведены в 2014 году. Путем организации электронных аукционов на электронной площадке были приобретены и предоставлены жилые помещения троим гражданам. Ну, не исполненные на повестке дня у нас стоят четыре сироты. По ним в отношении них также вынесено, же, в соответствии с законосиловое решение Весногорского городского суда. То есть здесь мы уже находимся в рамках. По ним были также проведены аукционы, но они были признаны несостоявшимися, так как не было никаких поданных заявок. В настоящее время один аукцион у нас находится на стадии подачи заявок. Вся информация из представленных докладов специалистов была принята к сведению. В заключении заседания члены Координационного совета рекомендовали председателю совета утвердить разработанный план мероприятий по работе с семьями, воспитывающими детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2015 год. Сюда были представлены мероприятия разными учреждениями и органами системы профилактики, задействованные из СМИ для проведения информационной работы сессии по пропаганде семейных ценностей. Подключены наши библиотеки, подключено ОНВД с их межкомплексными профилактическими мероприятиями, которые проводятся ежегодно, и в них принимают участие как образовательные организации, так и все органы системы профилактики. И, кроме того, есть мероприятия, которые проводит наш комитет по культуре, комитет по спорту, по образованию. Значит, соседние эти мероприятия согласованы. Все решения этого заседания Координационного совета будут направлены руководителям заинтересованных ведомств для исполнения в части, касающихся их полномочий. На синих каникулах нашим десногорским ребятам из 8-го Б-класса среднеобщеобразовательной школы номер 1 удалось побывать в белорусском городе Новополоцке, где они приняли участие в завершающем этапе «Фабрика отличников-2014» Международного детско-молодежного слета «Империя дружбы. Городские стратегии» и вернулись победителями. Мы об этом выпуске узнали в 6-м классе. От нас требовалось только одно – хорошо пускаться. Но, к сожалению, мы не набрали коэффициент отличника большой. Мы не прошли следующий тур, но мы разработали нашу стратегию. И мы решили. Следующий год обязательно будет нашим годом. В 7-м классе Виктория Викторовна опять приносит нам этот конкурс, и мы решаем в нем участвовать. Его проводит «Крылатый единорог» – Международный общественный фонд поддержки детско-молодежных отрядных движений. Цель данного конкурса – развитие умения работать в команде, развитие эрудиции, логики стратегического мышления. И мы сегодня можем сказать, что мы действительно стали стратегами. Этот слет проводится в странах Таможенного союза вот уже во второй раз. В нем принимают участие дети из Беларуси, Казахстана и России. В начале самые умные классы выбрали в каждой из трех стран. Наши десногорские ребята доказали, что они лучшие, и им предоставилась возможность представлять на слете Россию. Хочется отметить, что вы к этой победе, к этому финалу, где вы заняли первое место, шли долгие, именно долгие, два года, два, потому что начинали вы позапрошлым, а в прошлом учебном году вы достойно себя показали и отметили. Поэтому город Десногорск, первая школа гордится вами. И мы хотим, чтобы такие талантливые дети, способные дети, действительно дальше двигали и школу, и будущее, и наш город. Чтобы вы отличались всегда и везде. Об этом даже отметили в финале выступления, вашего выступления на конкурсе. Поэтому сегодня очень хотелось бы, чтобы вы еще раз стяжали, наверное, славу, послушали о себе. И это так приятно, когда наши дети, я смело говорю, наши дети, действительно достойны такого почетного звания. Вы финалисты, вы победители. Каждый слет посвящен какой-то определенной теме. В этом году его посвятили урбанистики. Отряды, сформированные из ребят разных возрастов и национальностей, должны были выступить в роли социального дизайнера и разработать стратегию своего идеального города. Конкурсу «Фабрика отличников» организаторы посвятили последний день слета. Чтобы победить, дети доказывали, что именно их класс наиболее успешен в изучении школьных дисциплин. Некоторые участники боролись и в личном зачете. Этот слет – очень динасное событие для нас всех. Все ребята, абсолютно все, с головой погрузились в эти городские стратегии. То есть создание собственного города – это совершенно новое для нас, что-то немыслимое. И все так старались, каждый проявлял свою индивидуальность. Там нужна была смекалка, нестандартное мышление, умение работать быстро и в команде. Вообще, если брать один день, он проходил как две недели. Каждый день слишком много событий после этого режима теления, как я говорила. Это было настоящее открытие, что за один день можно сделать столько всего. А если брать всю неделю, она прошла слишком быстро и очень не хотелось прощаться. Хотелось, чтобы все это было дольше, интереснее. То есть уже планировали, что хотели мы растянуть все это на две недели, на три недели. И вот, несмотря на эту общую победу классную, я думаю, что каждая часть их слета победила по-своему. Потому что он нашел новых друзей, опыт общения, впечатления – это уже личная победа для каждого. И хочется таких же новых побед. То есть мы очень хотим поехать еще на слет. Десногорские ребята продемонстрировали взаимовыручку, ответственность, умение распределить усилия, разработать общую стратегию и сделать индивидуальные тактические ходы. А во время выполнения интеллектуальных заданий они показали, как могут эффективно договариваться и сотрудничать. Кроме того, что мы получили очень много впечатлений, они были разные, они были очень огромные. И даже некоторых впечатлений у нас никогда таких не было. Но я хочу рассказать именно о том, что на этапах этого развития наш класс становился дружнее и дружнее. Сначала мы, когда приняли только заявку, наш класс жил обычно в школьной жизни. Но когда мы победили и поехали в Смоленск, там уже наша дружная стратегия, понимание, доброта и даже защита мальчиков помогла нам выиграть. Ребята на слюте научились не только работать в команде, но стали более самостоятельнее и взрослее, как отметили родители. Очень приятно, что они сейчас именно как команда. И они, наверное, на данную минуту поняли, что они команда и они плечо к плечу. Вот очень приятно, что они научились именно быть опорой друг к другу, быть плечом к плечу. Дети, мы вами гордимся, очень гордимся.